Уже завтра истекает срок уплаты транспортного налога. Уведомления можно посмотреть в личном кабинете мобильного приложения МНС или на официальном сайте. Те же условия касаются имущественных платежей. Новшества уведомления пришли тем, у кого одна жилплощадь. В городе обновили аллею трудовой славы. Ряд пополнился кубами завода биотехнологий, КПД, кушкомбината и типографии имени Непогодина. Фотографии на гранях отражают основные вехи развития предприятий, их славную историю и перспективную современность. В Бобруйске 70% населения прошли первичный курс вакцинации против COVID-19. Это свыше 150 тысяч взрослых и 5 тысяч детей от 5 до 17. Бустерный укол сделали почти 10 тысяч. Позаботиться о своем здоровье, напомним, можно в поликлинике по месту жительства. Одно окно Бобруйского горы с полкома признано лучшим в Могилевской области. Через службу можно выполнить 195 процедур. Только за этот год специалистам поступило свыше 8 тысяч заявлений обращаться за консультацией по номеру 142. Время работы будни с 8 до 5. Обед с часу до 2. Фестиваль национальной драматургии в самом разгаре. Сегодня на сцене театра драмы и комедии 18.00 презентуют спектакль «Метро». Днем будет поведано об успешном бизнесмене, который странствует в подземном мире и понимает. Здесь размещен целый мегаполис с девятью кольцевыми. Форум, напомним, продлится до 16 ноября.